Историческая политика, базовая величина и общественные обсуждения. В Бобруське работает горячая линия по вопросам проекта Конституции. Куда обращаться? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Мобильное приложение, арендное жилье и обновленный показатель. В Беларуси увеличилась базовая величина. Насколько? Благородный поступок. Милиционер из Бобруська передал денежный сертификат школе-интернату для детей с нарушением слуха. Они обязаны выплатить мне моральный ущерб. К чему могут привести необдуманные комментарии в сети? Привиться, чтобы не болеть. В Беларуси продолжают вакцинировать подростков от коронавируса. Было даже не больно. Как комарик укусил. Что нужно знать родителям? В эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда. Свыше 4 миллионов белорусов встретили Рождество Христово. Если Бог будет у людей на первом месте, тогда все будет и в жизни у нас на своем месте. Как прошли праздничные богослужения в Бавруське? У вас мальчик. В городе 1 января родились три малыша. Теперь я самая счастливая мама. Как назвали богатыря. Массовые беспорядки, антиковидные лекарства и зимний шторм. Восток США парализовал снегопад. К чему привела непогода. Поле информационного боя. Во Дворце независимости прошло совещание по вопросам реализации исторической политики. 2022 объявлен годом исторической памяти. Задач много. Систематизировать исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые необходимо увековечить. Нужно скорректировать и работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, ориентируя их на героические подвиги предков. Александр Лукашенко уверен, после событий августа 2020-го многие пересмотрели отношения к истории и понятиям независимости и оккупации. Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия – история и политика – рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю. Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений, прежде всего, с нашими соседями. Мы пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. Мы не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности, старались не задеть национальное чувство тех, с кем когда-то жили в единых государствах. А поводов у белорусов предостаточно. Во всем мире история полиинформационного боя. В условиях глобального передела сферы влияния – это фактор национальной безопасности. Беларусь не собирается переписывать свою историю, но и не будет умалчивать конкретные факты. Еще один шаг в борьбе с инфекцией. В Беларуси продолжается детская вакцинация от коронавируса. Медики прививают подростков 12-17 лет. Используют китайский вероцел. Антиковидный укол уже сделали свыше 3700 школьников. Обо всех нюансах Карина Гуревич. Антон Аникеев – один из первых среди друзей прививается от коронавируса. Уколов, признается парень, не боится. Да и понимает – это необходимо для здоровья. Родители вакцинировались уже давно. Плюс школьник планирует поехать в Россию к сестре, с которой не виделся с начала пандемии. Я себя чувствую хорошо, прививался, было даже не больно. Как комарик укусил, как все говорят. Коронавирусом я не болел, но были похожие симптомы, но это оказался не коронавирус. Обращаться за прививкой нужно в поликлинику по месту жительства. Также работают выездные бригады в учреждениях образования. В 34-й школе вакцинируют сразу 18 учащихся. До этого все родители подписали согласие. Это обязательный этап процедуры. Первым делом – осмотр врача. Ребенку измеряют температуру, слушают легкие. Затем отправляют на антиковидный укол. Используют китайский вероцелл. Вакцина очень хорошо переносится как взрослыми, так и детьми. Но, конечно, все мы не застрахованы, и у каждого может быть какая-то реакция. Значит, может быть головная боль, может быть повышение незначительной температуры, может быть слабость. В данном случае рекомендуется дать жаропонижающие препараты, ну и обязательно обратиться к врачу. После процедуры в течение получаса за школьниками наблюдает врач, только потом отпускает домой. Вторая доза препарата – спустя 21 день. Детям, переболевшим COVID-19, с прививкой следует повременить. Вакцинироваться можно только спустя 6 месяцев после выздоровления. Детская иммунизация началась еще на прошлой неделе. В Бавруйске первый компонент получили уже 77 подростков. Медики акцентируют на важности вакцинации. В группе риска школьники с определенными диагнозами. Сюда относятся ослабленный иммунитет, нарушение обмена веществ и хронические заболевания. Более 40% случаев коронавируса среди детей приходится на подростков от 12 лет. Врачи отмечают, болезнь может протекать тяжело и даже потребовать госпитализации. Дети являются активными переносчиками данной инфекции. Они встречаются со своими родителями, с пожилыми бабушками, дедушками, с иными родственниками, посещают учреждения образования, иные формы занятости, кружковые работы. Поэтому необходимо просто привить и защитить детское население, а также предотвратить распространение и иммунизировать риски заболевания среди более возрастного населения. В Беларуси первую дозу препарата получили свыше 3700 подростков. К слову, Минздрав внес вакцину от COVID-19 в календарь прививок. Компания ведется и в других государствах – в США, Великобритании, Украине, Китае. Совсем недавно в Португалии и Франции начали делать антиковидный укол населению от 5 до 11. Детская вакцинация может усилить иммунную прослойку и не допустить всплесков последующих волн коронавируса. Карина Гуревич, Максим Галенко. Итоги недели. Пробные тесты, онлайн-тихосмотр и республиканский бюджет. В Беларуси 45% средств направят на социальную сферу. Что в приоритете? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В Беларуси 45% средств с бюджета пойдут на социальную сферу. Главный финансовый документ на нынешний год максимально сбалансирован. Учтены все возможные риски. Доходы прогнозируются около 28 миллиардов рублей. В приоритете выплаты зарплат, пенсии и пособий. В стране построят больше арендных квартир. Плюс 600 тысяч квадратных метров в год. Для выполнения этих планов предстоит скорректировать действующее законодательство. В частности, по вопросу выкупа такого жилья. За 2021 в республике возведено порядка 120 тысяч квадратов, предназначенных для аренды. Базовая величина в Беларуси увеличилась до 32 рублей. Ранее она составляла 29. Этот показатель влияет на размер стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. В том числе пособий по безработице и тем, кто направлен службой занятости на учебу. Автовладельцы смогут проще проходить техосмотр. В стране создадут мобильное приложение, при помощи которого можно будет выбрать день и время приезда на диагностическую станцию, чтобы не ждать в очередях. Онлайн-запись есть и на сайте предприятия. При этом с запуском программы эта процедура намного упростится. У школьников есть возможность бесплатно пройти репетиционное тестирование по математике русскому и белорусскому языкам. Скачать бланки можно на сайте Республиканского института контроля знаний. Пакеты сформировали из заданий прошлых лет. Ответы на последние страницы. Напомню, второй этап РТ начнется в середине января. Этот день разделил историю на до и после. Православный мир отметил Рождество Христова, событие, с которого начался отчет новой эры. Торжественные богослужения прошли в храмах Бобруйска. Праздничной атмосферой прониклась и Татьяна Горбач. Тот самый день, когда морозный воздух кажется наполнен теплой радостью, светом, что ярче солнца и почти осязаемым добром. Сложно представить, но легко почувствовать. В Никольском кафедральном соборе в Сочельник многолюдно. Под куполом храма общие молитвы и одни на всех надежды, чтобы родные и близкие не болели. Рождественскую литургию возглавляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. И взрослые, и дети стоят рядом, ставят свечи и говорят друг другу простые, но самые важные слова. Сердца в эти минуты наполняются состраданием и любовью. Господь должен быть в сердце у каждого человека, конечно. Если Бог будет у людей на первом месте, тогда все будет и в жизни у нас, на своем месте. С праздником всех Божьей благодати, помощи от Господа и молитвы, конечно, в душе. Рождество – это прежде всего семейный праздник. Я его лично встречаю с семьей. Вот приехал с Минска с работой специально на праздничную службу. Сейчас в храм пришел, но потом уже домой праздновать родными и близкими. Вечно зеленые ели – символ бессмертия. Подарки, словно дары волхвов. Белые цветы и ризы священнослужителей, как олицетворение божественного света и чистоты. И, конечно, вертеп. Он изображает одну из главных библейских сцен – рождение младенца Иисуса. Чистота и обновления. Только об этом разговоры в рождественскую ночь. Новую светлую эру для всего человечества и провозгласило рождение Христа Спасителя. Самый светлый праздник. Родился Иисус Христос. Это наша жизнь, это любовь, это доброта, это надежда, вера. Самое дорогое. Светлый праздник для всех людей. Все люди желают всем добра, счастья, здоровья, благополучия. Рождество – это рождение новой жизни и мира, и добра, и тепла, и благополучия. И всего, я не знаю, самого светлого на этой земле. Рождественская атмосфера царит и в уютных домах. У православных закончился один из строгих постов. Самые близкие и родные собираются за праздничным столом, где не смолкают поздравления. Дорогие благочестивые жители нашего города, сердечно поздравляю вас с этим великим и спасительным праздником Рождества Христова и Новолетием. Пусть же звезда Вифлеемская, которая осветила путь в Волхвам, освещает и наш путь в этой жизни, который должен привести к Богу и в вечную жизнь в Царстве Божие. Пусть Господь благословит все ваши добрые начинания. Пусть Божья милость и благодать сопутствуют вам и всем нам во все дни нашей жизни. С Новым Годом и после Нового Года также будет для нас год благости и милости Божьих. С праздником вас! Впереди еще череда торжеств, которые продлятся вплоть до крещения Господня до 19 января. Эти вечера называют святыми или святками в народе. И задача всех верующих – отринуть дела земные и праздновать появление Сына Божьего на земле. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Касается каждого. В Бобруйске организована работа по обсуждению изменений и дополнений в проект обновленной Конституции. Предложения граждан собирают на базе общественной организации «Белая Русь» Ленинского района. Прием проводят по графику. Расписание можно посмотреть на сайте Бобруйского горесполкома. Также работает горячая линия. Номер телефона – 73-46-14. Ждем всех со своими предложениями. Хочется пожелать, чтобы ни один из жителей нашего города не остался безразличным. Ведь жить нам, в нашей стране, жить нашим детям и внукам. Работа приемной и горячей линии планируется до 15 января включительно. После все замечания и предложения направят в Конституционную комиссию. Референдум намечен на вторую половину февраля. Поступок дороже денег. Новый год прошел, а сюрпризы не заканчиваются. Акция «Наши дети» продолжает радовать малышей. Бобруйскую школу-интернат для ребят с нарушением слуха посетили сотрудники ОВД. С собой милиционеры привезли сертификат на 1000 рублей. Далее подарки с историей. Бобруйская интернациональная. Завтра пробег не Минская улица, но Бобруйская. Пусть будет так. История Андрея Комара началась еще в мае 2020-го. Майор милиции участвовал в задержании на протестном антипараде. Затем был свидетелем по одному из административных дел. После этих событий фотография сотрудника ОВД в форме появилась в соцсетях. Под постом комментария. От громких высказываний до нецензурных выражений. Граждане были установлены и в последующем постепенно привлекаются к уголовной ответственности. По решению суда в мою пользу они обязаны выплатить мне моральный ущерб. И полученные деньги, которые выплачиваются, мы передаем постепенно в детский Бобруйский дом отдали. На этом милиционер не остановился. Еще 1000 рублей он передает в школу-интернат для детей с нарушениями слуха. Посещают учреждения и другие сотрудники ОВД. В рамках акции «Наши дети» сладкие подарки дарят малышам. Все они особенные, но, несмотря на диагноз, старательные. И заслуживают свое чудо на праздник. Сегодня я вернулся в свое детство. Эти ребята мне напомнили о нем. Как прошла встреча в атмосфере, знаете, праздника. Персонал, прежде всего, интерната, да, сами детки. Ну, видно, что им здесь нравится, да, что атмосфера душевная. В учреждении организованы две дошкольные группы и 15 общеобразовательных классов. Обучается здесь 101 ребенок, 88 – инвалиды по слуху. У остальных стоят специальные импланты, но восприятие звуков и речи все равно нарушены. Средства пойдут на укрепление материально-технической базы для именно коррекционных занятий для детей с нарушением слуха, для наших детей. Немаловажную роль в будущем таких малышей играют добрые люди и настоящие мужские поступки. Благородная миссия Андрея Комара берет начало не из самых приятных событий. Только в октябре за оскорбление участкового возбуждают шесть уголовных дел. Одному из авторов острого поста, помимо компенсации, назначают два года домашней химии. След от необдуманных действий навсегда останется не только в личном деле, но и в жизни комментаторов. Карина Гуревич, Максим Галенка. Итоги недели. Обмен опытом в рамках молодежного проекта «Лидер пробы» РСМ провел семинар-практикум «Ключевые решения». Среди участников 20 секретарей первичных организаций Бавруйска. Тренинг разбили на два блока – теоретический и практический. В первом обсудили различные темы – от ораторского мастерства до основ в прохождении государственной службы. Очень много талантливой, креативной, активной молодежи. И эти мероприятия помогают эту молодежь увидеть, заметить, продвигать. Поэтому очень хочется, чтобы это было на постоянной основе, чтобы это было как можно больше, как можно лучше. Мы не прекращаем принимать заявки. Мы рады видеть всех в нашей дружной команде и помочь, обучить каждого и, может быть, развить свой лидерский потенциал. И в рамках этого проекта мы будем вместе сотрудничать с нашими первичками. И это наш будет действенный кадровый резерв. Во второй части семинара каждый вынес на обсуждение идеи и инициативы собственных проектов. Организаторы прилагают все усилия, чтобы научить молодых лидеров самостоятельно организовывать подобные тренинги, практикумы и встречи. А также помочь определиться с карьерными целями. Тот самый случай, когда чужие ближе родных. 33 тысячи социальных работников на неделе отметили свой профессиональный праздник. Эти люди ежедневно приходят на помощь к тем, кто в этом так нуждается. На дому специалисты обслуживают почти 100 тысяч пожилых и инвалидов. От всех, кто подносит стакан воды, Татьяна Горбыч. Рабочий день Светланы Загваздиной начинается в 8 утра. Сначала она обзванивает своих подопечных, принимает заявки. Кому-то нужно купить продукты или лекарства, а кого-то записать к врачу. Дальше адреса по списку. Сегодня их 7. В руках увесистый пакет, за плечами рюкзак. Так соцработник навещает своих бабушек и дедушек каждый день. Ее здесь ждут как родную. История 82-летней Антонины Павловны трогается живое. Женщина сломала шейку бедра и вот уже 2 года прикована к постели. Единственный сын живет в Ростове. Иногда навещает, но ежедневный уход и забота на плечах Светочки. Так пенсионерка с нежностью называет любимого соцработника. Она отзывчивая, уложительная женщина. Как работник, как и человек. Она плесочет, убирает все. Вот недавно мы окна к этому году помыли и гордины повесили. За 25 лет работы Светлана Загваздина стала по-настоящему близкой каждому из 13 своих подопечных. Чаще всего одинокие люди нуждаются не только в помощи по хозяйству. Им необходимо элементарное общение. Человек, который бы выслушал, понял и посочувствовал. Ну и, конечно, подал стакан воды. Люди звонят, могут и ночью позвонить. Я выезжаю в любое время суток и в выходной день. Не всегда нужен врач. Главное поговорить, услышать. Мы, конечно, не заменим им детей, но от того, что я увидела улыбку в их глазах и, выходя домой, услышала такие слова, я тебя жду. Приходи, я позвоню. Ди с Богом. Это самое главное. Если бы социальные работники прекратили свою деятельность, нуждающиеся остались бы без лекарств, еды и внимания. Только в Бобрыске бытовые услуги на дому получают 1057 человек. В основном это пожилые и инвалиды. Родных детей им заменили 126 специалистов. Все – женщины. Не каждый человек сможет работать в нашем отделении. Здесь, конечно, и доброта, и милосердие, и сострадание к человеку. Случайных людей у нас не работают, потому что это и терпение, и терпимость. Это, конечно же, непросто. Любви и состраданию невозможно научить. Такие люди, а их в Беларуси свыше 33 тысяч, работают не ради карьерного роста, наград и материальной выгоды. Это профессия для тех, у кого большое сердце и чуткая душа. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Чрезвычайное положение, снежная Америка и экологичный транспорт. В Дании электромобили превысили продажи дизельных машин. В чем обратная сторона успеха? Далее обзор громких мировых заголовков. Массовые беспорядки вспыхнули в Алматы после подорожания жиженного газа в первые дни Нового года. Президент Казахстана отправил правительство в отставку. Объявлено чрезвычайное положение. В ряде городов введен комендантский час. Ограниченный доступ к интернету и телефонная связь. На место продолжают пребывать коллективные силы УДКБ. Минздрав сообщает о более чем тысяче пострадавших. В столкновениях погибли не менее 18 силовиков. В Италии стало доступно лекарство от COVID-19. Его применение одобрил местный регулятор еще в конце декабря. Препарат может помочь при первых симптомах заболевания, но бесполезен на поздних стадиях. Средство предназначено для совершеннолетних из групп повышенного риска. Некоторым оно противопоказано, не рекомендовано и беременным. Снегопад парализовал восток США. Такая погода, редкость для этой местности на Вашингтон, обрушился зимний шторм. Он стал причиной отмены тысячи рейсов и занятий в школах в первые дни нового года. Власти призывают жителей не покидать дома. Непогода привела к опасным дорожным условиям и локальным отключениям электроэнергии. В Дании электромобили и гибриды превысили продажи дизельных машин. В декабре 2021 в стране зафиксировали рекордный показатель. 56% всех купленных авто составили экологичные модели. Обратная сторона успеха – дефицит зарядных станций. Власти обещают расширить их сеть уже в этом году. В Екатеринбурге в 16-й раз проходит фестиваль ледовых фигур «Вефлеемская звезда». В этом году в конкурсе приняла участие 21 команда скульпторов из разных городов России. Каждая работала над глыбой льда объемом 200 кубометров. Главный приз достался экспонату под названием «Небесный пастух». Новогодний бэйби-бум. В стране в первые часы 2022-го родились 54 маленьких белоруса, 35 девочек и 19 мальчиков. В Бобруйске на свет появились три малыша. Ольга Васенда побывала на выписке из роддома. Есть ли на свете большее чудо, чем рождение малыша? В жизни Юлии Лопатиной счастье случилось в новогоднюю ночь. Ее долгожданный первенец Рома появился на свет спустя 10 минут после боя курантов. Вес – 4 килограмма 20 грамм, рост – 52 сантиметра. Как признается молодая мама, роды были запланированы на последний день года. Было страшно, потому что это первый опыт. Но в самих родах это счастье. Оно стоит того испытать, все это. Да, как бы были болезненные схватки, мы прекрасно с ними справились, мы помогали друг другу, и теперь я самая счастливая мама. Спустя 4 дня – выписка. Самое радостное событие, которое точно запомнится на долгие-долгие годы. С трепетом в душе и со слезами на глазах Юлию Лопатину встречают друзья, коллеги по работе и бабушки. В руках букеты, на лицах улыбки. Чудо произошло, очень радостное событие, мы все рады, довольны, прыгали от счастья и плакали. Новогодняя ночь для врачей Бобруйского роддома прошла спокойно и в штатном режиме. Помимо Ромы здесь появились на свет еще два малыша – девочка и мальчик. Мамочки рожали третий раз. Девочка родилась весом 4,420, 53 сантиметра, а мальчик родился 3,7 кг, 53 сантиметра, 5,50. Всего в стране родились 54 ребенка. Первый мальчик зафиксирован в Калинковичах сразу через две минуты после боя курантов. Появление малыша в новогоднюю ночь – это не просто двойной праздник для родителей, а настоящий подарок судьбы. Ольга Войсенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова